Каникулы в строю. Свердловские старшеклассники после окончания учебного года отправились отдыхать в армию. На неделю подростки превратились в десантников. Для чего ребята сменили школьную форму на военную, разбиралась Ксения Мамот. Первым к земле устремляется будущий морской пехотинец. Курсант Семен Лаголов в воде чувствует себя как рыба, но сегодня пришлось изменить любимой стихии. Я прыгнул и получается меня немного перекосило вниз, я так испугался, потом стабилизатор вышел, я выровнялся, резко открылся парашют, адреналин, сразу сердце застучало. Кто-то пел песни, там, «Обелив Бакинфлай», кто-то там просто кричал, там, «Ура, я это сделал». На аэродроме в поселке Логиново десантируются старшеклассники. Таким победным прыжком заканчивается их внеочередная военная служба. Вместо отдыха на каникулах они решили провести неделю в армии на учебно-полевых сборах. Солдаты взяли и полных решимости девушек. Они вслед за парнями отправляются в небо. Хочется? Страшно очень, но хочется. Перед прыжком последняя тренировка. Ее проводят в этой модели самолета. Инструктор объясняет, главное – отталкиваться левой ногой. Иначе снесет и закрутит потоком воздуха. Ну и, конечно, стараться прыгнуть как можно дальше, чтобы избежать несчастного случая. На высоте 800 метров эмоции зашкаливают. Решиться на прыжок помогает инструктор. Не страшно, не страшно. Ты что, будешь? Буду, но стыдно, что с запаской. Забыла? Тебе что-то показывали. Хотя за неделю тренировок у юных военных все правила буквально отскакивали от зубов. Для желающих сходить в армию военкоматом стала школа. Строгий отбор провели учителя физкультуры, ОБЖ и директора. Выбрали сотню лучших. Некоторые призывники, хоть и сами были готовы к службе, получили белый билет. Только из организационных вопросов, связанных с двойками. Если не готов, не сдал все необходимые долги в школе, ехать-то не мог. Остальные могут похвастаться. Теперь готовы к любой экстремальной ситуации. Прямо сейчас на аэродроме, буквально в соседних кустах, обосновались террористы. На борьбу с ними выходит разведотряд. Спаси-то! Командует спецотрядом девушка. Причем парни слушаются ее беспрекословно. Приказание командира – это основная часть их обязанности слушаться. Если не выполнение, это под трибунал, либо расстрел. Если приходится падать в лужу, то надо падать в лужу. Мы лежали в луже, торчала у нас только голова. Лежали, ждали дальнейших указаний. Я, как минимум, лет в шесть, наверное, последний раз в луже валялся. Незабываемые ощущения. Главное – дети научились быть самостоятельными и не бояться военной службы. Так считают депутаты. Из областного бюджета на уникальную программу выделили более 400 тысяч рублей. Не было ни одного уклониста. Чего мы добились? Ребята поняли, наконец-то, что служить в армии не так и страшно. И, кстати, у нас многие мальчики уже своим родителям сказали даже на середине подготовки, что все, мы готовы, мы пойдем обязательно в армию. В вооруженных силах таких новобранцев, кстати, ждут с нетерпением. Своими навыками школьники поразили даже профессиональных военных. Ксения Момот, Алексей Голицын. События ОТВ.